Здравствуйте, в эфире телеканала Север, программа актуальное интервью в студии Любовь Пермякова. 2020 год в России стал годом памяти и славы. Из Денинского округа на фронт ушло более 9 тысяч человек. Многие из них получили высокие боевые награды. О самых интересных судьбах героев сегодня нам расскажет историк и краевед Юрий Канев. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Рада очень видеть вас в студии. Тема войны – это ваша любимая тема. Вами было выпущено несколько книг. Скажите, почему? Ну, вообще интересно. Я вообще всегда увлекался военной историей. И вот в 2014 году была выпущена книга, которая называется «Уменьшенной славой». Пошла на тиражом в 1 тысячи экземпляров. Книга вот она специально была сделана в таком очень интересном оформлении, в общем, таком военном, как будто она одета в солдатскую гимнастерку. И в ней рассказывалось о героях различных войн. Имеется в виду, начиная от русско-японской, заканчивая войну в Чечне, наших земляках, героях этих войн. И, конечно, три четверти этой книги посвящены именно участникам Великой Честной войны. Долго работали над созданием книги? Долго. То есть было первое издание, это было еще совсем такое небольшое. Это было еще в 2007 году. Такое оно было очень тоненькое тогда. Ну, а потом со временем количество материалов стало увеличиваться, и книга, в общем, стала уже такой значительной по объемам. И так, конечно, мы прекрасно понимаем, что, допустим, участие наших земляков, их было, действительно, почти около 10 тысяч человек воевало на фронте. Из них были сотни людей, которые отличились и были награждены высокими наградами. Вот сегодня я как бы постараюсь рассказать, наверное, о таких наиболее, наверное, интересных случаях награждений. О ком вы сегодня нам расскажете и где берете информацию о героях? Ну, вообще, самые разнообразные будут на способы. Вот начнем, наверное, мы все-таки с того человека, который отличился в самом начале войны. Дело в том, что начало войны, ну, всем известный факт, в 41-м году война была очень неудачной для нас. И наша армия потерпела целый ряд сокрушительных поражений у границы, и отступала, и несла огромные потери, и в плен попало там более трех миллионов наших свад офицеров. Действительно, это была катастрофа, но даже в начале войны были люди, которые воевали уже тогда очень храбро, умело, и они получали первые боевые награды. Причем награды ведь редко в начале войны. Ну, их награды очень редко. Это за очень высокие заслуги. Благодаря деятельности Веры Симоновой Бурковой, тоже известного нашего краеведа, нам удалось установить, что вот есть такой человек, который был в самом начале войны награжден органом Ленина. У нас дело в том, что из всех наших земляков звание Героя СССР никто не получил. У нас было представлений много сделано, по крайней мере, 5-6 представлений было сделано наших земляков. Вот Прокопий Руфимович Канев в этом отношении был первым, кто представлял звание Героя Советского Союза, но был награжден Орденом Ленина. Орденом Ленина – это высшая награда Советского Союза. Причем награду получил он в самое тяжелое время, в ноябре 1941 года. Сразу скажем, что насиловал он совсем недолго, в несколько дней всего, потому что он погиб после этого в боях в Курской области. Ну, про него, естественно, к сожалению, не так много, как хотелось бы нам, наверное, но при всем при том, вот то, что удалось установить через окружную архивку данные, собрать. Семья была у него многодетная, родился он в селе Ижма, в богатой семье, причем, как вот, нашлась такая интересная информация, что его дед, например, пожертвовал 400 рублей на стрельце церкви, деньги потеряли достаточно огромные, вот, затем отец его был раскулачен в 1930 году, и семья вот тогда же, в начале 30-х годов, переехала в Наринмар. Ну, Наринмар-то строился, нужны были рабочие руки, и особо не вдавались в подробности. И вот эта большая семья Каневых из Ижмы, их было три брата, и три или четыре сестры, там трудно установить, пока сколько их было, и они приехали в Наринмар, причем с одной матерью, отец так в лагерях, и где-то изгинул. Ну, жили, причем очень тяжело, значит, вот там было установлено, что жили не в землянке, вот. И в 1937 году, когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Призвали в армию, из Наринмарова отсюда уходила в армию, и, соответственно, ну, будучи еще как-нибудь физически здоровым, он попал служить в 212-ю воздушно-социативную бригаду. Вот, это уже тогда была элита Красной Армии, туда подбирали наиболее физически крепких, таких смышленых парней, и, в общем, он с 1937 года служил в армии. Значит, он был кадровым сержантом, в общем, прошел большую службу, значит, ну, сохранились описания, как готовили этих бойцов, если это были очень высококлассные солдаты, которые совершали там 100, 200, некоторые 300 прыжков с парашютом, причем в самых разнообразных условиях, стрелять умели отлично, рукопашенный бой изучали и так далее. И в 1941 году вот эта бригада была переброшена в Украину, вот, под Киев, и в июле 1941 она приняла там первые бои. Использовали их, конечно, не по назначению, как диверсантов, а вообще как пехоту, которая сражалась. Ну, сражались очень устойчиво, немцев отбросили от Киева, там была очень тяжелая ситуация. Но вот наш-то, как бы, земляк Прокопий Канев отличился именно в боях, когда вот киевская группировка была окружена в сентябре 1941 года, и он со своими товарищами пробивался из немецкого тыла. И вот сохранилось его, значит, описание его подвигов. Он след действовал очень отважно, уничтожал немецких офицеров, захватывал документы, уничтожал солдат противника. И в итоге, когда бригада вышла из немецких тылов, командование сразу представило его название Героя Советского Союза. И насчет, ну вот, военный совет Южного фронта, именно он рассматривал такие документы, ну, принял решение снизить на одну ступень и наградить его орденом Ленина. И вот в воспоминаниях генерала Радимцева, который командовал как раз этими частями, сохранился момент, когда он награждает как раз вот Прокопия Канева. А Радимцева эта фигура, конечно, широко известная, генерал-полковник впоследствии, который был героем Испании, героем Сталинграда. Вот он вручал ему личный орден, как он сказал, это боец бы известный всей дивизии. И он получил орден 13 декабря, и 16 декабря погиб уже в бою. Такая у него была биография. А детей не было у него? Ну, с детьми, к сожалению, то, что жена была, точно. То есть вот жена у него была, и он женился с детьми на Риммаре, она осталась здесь. А вот в дальнейшем все, к сожалению, не прослеживается. Пытались мы найти через старожилов там какие-то следы этой семьи, но пока, к сожалению, нет. Потому что его брат, впоследствии, один из них, старшие братья вот уже воевали, один попал в плен, погиб в плену по документам, а второй брат прошел всю войну и жил впоследствии в Ленинграде. Но вот на родственник, к сожалению, тоже на тени удалось. Хотя вот в Ленинграде он был, жил, и, в общем, по документам, опять же, это видно. Вот. А вот действительно такая интересная судьба. Человек в самом начале войны в тяжелейших условиях сумел доказать свой героизм и совершал подвиги. Вот. Более того, была выпущена листовка даже. Вот такой, наверное, случай единственный, касаемый наших земляков. В 41-м году военный совет Южного фронта выпустил листовку «Наш Прокопий Каньев». Вот. Листовка выпускалась большим тиражом, и в итоге она, значит, сохранилась. Я, если что, случайно увидел, на одном из сайтов ее продавали. Я ее купил и подарил нашему окружному музею. Вот. В памяти о нашем земляке. Потому что действительно это единственный факт, наверное, когда вот наш земляк... То оригинальная листовка продавалась? Да, она организовывалась. Ну, я видел, что тиражи были большие, где-то просто осталось, и осталось какое-то количество где-то. И в итоге вот кто-то такой очень... Человек стал их продавать. Она небольшого формата. Она есть в нем сканированную копию. Я оставил себе, чтобы использовать ее. И вот я думаю, что можно будет ее показать нашим зрителям. Вот. Еще один человек, который тоже отличился в самом начале войны, то есть в первые, наверное, месяцы войны, это Алексей Николаевич Торопов. Он призывался тоже из Наринмара в 1940 году, то есть тоже до войны. И он оказался под Мурманском. Вообще весь призыв 1940 года практически оказался под Мурманском. Они служили все в 14-й. Стрелковая дивизия в различных частях. Там в артиллерии, в пехоте, в соперных частях. А вот Торопов попал в разведзвод, в разведбатальон. И участвовал в боях под Мурманском с самого начала, с ее месяца. Ну, причем воевал недолго, потому что 26 июля уже он в бою отличился. Они были в поиске, захватили языка. И он прикрывал отход своих товарищей. С пулеметом ручным. И, в общем, достаточно, видимо, упорно прикрывал. Был тяжело ранен, получил несколько тяжелых ранений. Причем одно ранение было в грудь, почти смертельное. Товарища вытащили. И вот за этот подвиг он был представлен к ордену боевого красного знамени. А этот орден он получил в августе 41-го года. Его комиссовали в силу того, что он был очень тяжело изранен. И он приехал сюда, в Наринмар. И вот с 42-го года он уже был на Наринмаре после этих тяжелых ранений. Вот. Он женился, у него родились дети. Вот, допустим, дети эти, кстати говоря, жили долгое время в Наринмаре. Долгое время межшкольным учебным комитетом руководил Николай Алексеевич Торопов, его сын. Стяна Алексеевна Корсунская, она долгое время работала в системе образования Нинского округа. Алексей Николаевич в этом отношении, к сожалению, долго не прожил. Вот. Дети его помнят плохо, потому что он умер в 1953 году во последствии ранений. Вот. То есть ему было всего там 33 года. Вот. И сохранилась его, опять же, фотография. Да, вот он с орденом после уже ранения. Действительно, вот тоже человек, который совершил свой подвиг в самом начале войны. И, в общем, наверное, достоин уважения и славы. Еще один человек, о котором хотелось бы рассказать, потому что судьба очень необычная этого человека. Это Иван Осипович Кисляков. Тоже такой очень интересный человек он был. Он, во-первых, уроженец села Усть-Цильмы. Человек физически очень сильный был. Очень лихой, отважный. Вот. И в 1935 году он перебрался на Наринмар. Вот поселился, как он называется, в Кармановке, поселка Городецком. Там очень много народу сиделось тогда, в те годы. Построил дом. В общем, дом построил буквально, вот уже началась война. Он закончил его строительство. Уходя на фронт, оставил огромную семью. Вот, опять же, сохранилась фотография, на которой его семья, последний сын, родился через два месяца после его ухода на фронт. Вот. Восемь детей. Мало-мало меньше. Жена осталась одна. Ну, вот он сказал, бейся, как хочешь, но на детей его расти. Вот. И он воевал всю, значит, всю войну, опять же, он попал на мурманское направление, воевал на севере. Вот. Причем воевал, ну, действительно, очень тоже был смелый человек, как рассказывали, что он мог кулаком свалить человека одним ударом. Такой у него был очень физически подкован дядька. Вот. Ходил в разведку много раз. Уже в 1942 году, то есть в самом начале, опять же, войны, он был награжден медалью за отвагу. Ну, самый интересный факт, что за годы войны его наградили медалью за отвагу четыре раза. Вот. Таких бойцов в Красной Армии было что-то чуть, ну, около полусотни или чуть больше полусотни, не более. Вот. И Ордник Краснодарского получил за годы войны. Прошел всю войну. В общем, неоднократно был ранен. Вот. Причем тяжело ранен был. В 1945 году, когда война завершилась, 72-ю бригаду морской пехоты, где он служил, перебросили из Польши в Нальний Восток воевать с японцами. Но они, наверное, с японцами не успели. И бойцов, которые имели четыре бойлернения, их стали демобилизовывать. И он попал под демобилизацию. И, значит, в январе 1946 года возвращался обратно, вот с Дальнего Востока. Значит, ну, как рассказали товарищи, он на каждом практически полустанке выходил, значит, для того, чтобы посмотреть вещи для своих детей. Ну, не с пустыми журками ехать. Вот. Более нещет. И в итоге на станции Зима есть такая, на Дальнем Востоке, он вышел и не вернулся обратно. Ну, вот сохранились документы, которые впоследствии были присланы родственникам, что якобы он в пьяном виде попал под поезд. Вот. Хотя не злоупотреблял. Значит, ну, и как в итоге, как сказали его, опять же, однополчане. Которые привезли чемодан, что по их-то, как бы мнению, увидев его с деньгами, его просто-напросто кто-то ударил ножом. И в итоге... Обидно очень, да. Да, сверхчищение обидное, потому что, естественно, человек прошел всю войну, остался жив, и, казалось бы, уже возвращался домой. Но, однако, вот привезли только его чемодан с вещами, которые... В Нориану Виндер тоже была о нем статья, я помню, фотография есть в госпитале, где он, да, достаточно красивый мужчина, да. Да, в госпитале, он мужчина-то очень видный был, физически сильный. И вот толпа детей, которая, вот, соответственно, выросла впоследствии, сейчас вот внуки-правнуки его живут по всей России, там, Петербурге. Здесь кто-то остался? Есть, да, несколько человек, это его родственники здесь живут, в Усть-Цельме живут многие, в Коме, в Петербурге, в Москве, то есть разбросал, ну, как все, люди разъезжаются. Но вот так иначе, вот, память о нем жива, в семье о нем помнит, потому что, если это был человек очень отважный, получить на фронте четыре медали за отвагу, это вообще, конечно, ну, вот случай уникальный, опять же. Вот, ну, еще об одном, о котором мне хотелось бы сказать, это, конечно, Дмитрий Георгиевич Попов, он тоже воевал под Мурманском, у нас ведь, ну, не секрет, что многие наши земляки, воевали именно на этом направлении, вот, Дмитрий Георгиевич Попов в этом отношении был человек, вообще, конечно, тоже уникальный, вот, начнем с того, что, ну, он тоже уроженец Коми, села Мохча, приехал сюда тоже в начале 30-х годов, весь клан Поповых было много, целая, значит, там, братья и сестры приехали сюда, обосновались здесь, Дмитрий Георгиевич работал, вот, у него был старший брат Яков, значит, они работали все в морском порту, порт тогда был на подъеме, работал, огромное количество людей работало, грузы шли генеральные, огромное количество грузов для Севера, для Воркуты, там, и так далее, и он работал, в общем, в порту, и, в общем, он имел право даже не идти на фронт, потому что он, у него была бронь, но, когда его товарищи стали президентом, он сказал, что я отказываюсь от брони, и ушел на фронт, вот, в ноябре 41-го года вместе со всеми, причем, вот, сохранились его воспоминания, и воспоминания его дочери, написанная очень интересная, Любовь Дмитрина Поповой, о том, что, в общем, он всю войну прошел, вот, 42-му, 43-му, 44-му, он ни разу не был ранен, как он сам говорил, ну, как он сам понимал, что мать очень сильно за меня молилась, и я, наверное, благодаря этому был жив, хотя он участвовал в выходах в тылы немецкие, не то, что где-то там, у нас, в нашем тылу там кашу варил, нет, он воевал, воевал очень активно, в общем, в одном из боев, в начале 43-го года он вывел из немецкого окружения 30 с лишним бойцов, потому что баталин попал в окружение, и он сумел вот группу легкораненных товарищей на лыжах вывезти из-под немецкого, как говорится, огня, ну, опять же, их прикрыл еще один товарищ, который там остался, вот, в итоге Яков Хантанзийский, вот, а они вышли из этого немецкого тыла, и вот за это подвиг его наградили орденом Красной Везды, вот, второй уровень он получил впоследствии за участие в пиццамой киринской операции, когда он вместе с 31-й отдельной лыжной бригадой они прорвали немецкий фронт, и, в общем, там действовали очень активно, вот, и в начале 45-го года, вот, 31-ю бригаду перебросили в Польшу для участия в наступлении на Чехословакию. На Чехословакию немцы и Чехословакию упорно обороняли, там были огромные оружия, заводы Шкода, там были ресурсы, там были заводы, фабрики, предприятия, немцы за Чехословакию дрались очень упорно, вот, и бригада наша, вот, 31-го участвовала в этих боях, и вот, как раз в это время, где-то, вот, в январе 45-го года умерла его мать, и вот, как бы, знаете, вот, такая, да, вот, мы всегда говорим, да, вот, вера матери, наверное, помогала ему, мать умерла, и вот, через несколько недель В марте 45-го года во время этих сбоев он, значит, принял командование ротой, и комаротой был тяжело ранен, поднял в атаку свою роту, и получил вот сполна, наверное, то, что У него попала очередь из немецкого пулемета, 12 пуль, ему срезало ногу, перебило руку, и в итоге он почти два дня лежал на поле боя, пока его с трудом потом вытащили, ну, практически, я не знаю, чудо только, что он остался жив, после таких тяжелейших ранений, несколько месяцев, ну, практически год он лечился, сначала в Сочи, потом в других госпиталях, вот, Вот, и после этого, значит, он даже не хотел возвращаться домой, потому что настолько тяжело ему было, чисто морально, что вот у него нет ни руки, ни ноги, как он поедет домой, приехал за ним брат, и тут пришло письмо от жены, что она его ждет, и он после этого поехал обратно, вот, он приехал обратно, на костылях, само собой, вот, вернулся обратно, и вот он после этого прожил еще большую жизнь, он умер в 93-м или 94-м году, вот, это был, конечно, человек, который сумел совершить второй подвиг, потому что он сошел на фронте, да, вот он в Иеве, и он был награжден еще, вот, еще и третьим орденом, честным и первой степени, вот, а после войны он активно работал снова на морском порту, причем говорили, что вот, человек, который мог решить любые задачи, ему, значит, когда нужно было где-то, он работал, знаете, таким снабженцем, и его отправляли, значит, в организации ехать, нужно было в Архангельск, и он, когда приходил на костылях с орденами, значит, ему редко оказывали, такой человек пришел, вот, и он действительно, после этого у него еще была одна такая ситуация, очень сложная в жизни, когда в 1963 году умерла его жена, вот, оставив ему, там, пять детей разного возраста, и вот, несмотря на это, он, в общем, справлялся, воспитывал, кормил, поил, одевал, работал, занимался общественной деятельностью, как вот многие, уже немолодые люди вспоминают, как он ходил в школы, рассказывал о войне, ну, и в итоге, вот, совершенно, наверное, справедливо, в 1969 году его наградили званием, почетный гражданин города Иринбара, он был, вот, в числе, вот, в числе первых, кто получил это звание. Вот такой тоже уникальный человек, на мой взгляд, действительно, Попов, который, ну, вот, совершил подвиги на фронте, и потом он уже, по окончанию войны. Ну, и вот, наверное, из этих вот героев, единственный человек, которого я лично знал, это Иван Ильич Филатов, он тоже воевал в 31-й бригаде, тоже воевал под Морманском. Вот, мы с ним познакомились, когда я писал еще первую книгу, она называлась, на Аленарме, это был 2009 год, вот, мы всегда познакомились, и вот, несколько раз нам не посчастливилось с ним пообщаться. Вот, это был живой свидетель, последний свидетель, который видел все от начала и до конца, вот, он тоже уроженец, родился он в Мизинском районе, и в 37-м году здесь создавались рыболовецкие колхозы, вот, этих Мизинских рыбаков стали перебрасывать в округ, вместе с семьей, старинная крестьянская фамилия Филатовых, они оказались здесь, вот, в районе Индиги, и он, соответственно, был рыбаком, в 38-м году был призван в армию, в возрасте 18-ти лет, и, в общем, после этого он оказался в рядах красноармейцев, участвовал в такой малоизвестной войне с поляками в 30-м году, вот, ну, как бы, говорит, война была такая, что, говорит, ну, поляки, конечно, ступали, но они на зуб очень сильно точили, вот, и стрелив с пилом, и так далее, вот, в 41-м году его весной демобилизовали, он приехал домой, как бы, говорит, даже ботинки не сумел сносить, говорит, через несколько месяцев их снова призвали уже, снова воевать уже с немцами, и он, в общем, отправился на фронт в ноябре 41-го года, и вот прошел всю войну, от начала и до конца, причем тоже был трижды ранен, трижды ранен, один раз тяжело, много раз участвовал в боях, ну, и вот, как вот, действительно, тоже, вот, редкий случай, получил три ордена за участие в боях, ну, вот, мы с ним, когда рассказывали, я спросил у вас, за что ордена, он говорит, ну, вот, я, говорит, конечно, не знаю, потому что, ну, тогда еще не публиковали эти документы, то есть только-только началась публикация вот этих электронных ресурсов, подвиг народа и память народа, только тогда они создавались, и, в общем-то, еще не было известно ничего, он говорит, я вот помню, что мне, говорит, орден славы, он был награжден вот этой наградой, которая еще у Салат пользовалась огромной приоритетом, у него был орден славы, орден трассы везде и орден честной войны, то есть полный констат для солдата, это редкий случай тоже очень. И вот Иван Андреевич, говорит, я, говорит, помню, что мы, говорит, участвовали в бою, брали немецкую высоту, вот, я, говорит, схватился с немецким эсэсовцем, говорит, он, говорит, не выше был на, Иван Андреевич был вообще не великан нисколько, то есть рост, наверное, метр, ну, наверное, 60, там где-то был рост такого, ну, правда, очень кореностой такой, очень плотный человек был, даже тогда ему было 90 лет, вот, я, говорит, схватился, говорит, с немцем, говорит, немец, ты, говорит, здоровый, говорит, и, говорит, хорошо, что у меня, говорит, была на поясе шансовая лопата, я, говорит, сумел вытащить и зарубить его, а так, говорит, у меня, говорит, он убил бы меня. Вот я думаю, что меня за это наградили. Вот. Хотя, вот, если последний наградный документ, там об этом вообще ничего не написано, то есть совершенно другие вещи рассказываются. Он был сапером, он там снял минное поле, и вот за это его наградили другим словом. А вот про схватку СССР даже там не упоминается никак. Вот. Он прошел всю войну, и уцелел, вернулся обратно, долгое время работал в Индиге. Вот. На самых разных должностях, он там был специально колхоза, был там, и рыбинспектором, и там, кем он только не работал. Вот. Потом он ушел на пенсию, жил в Архангельске. У него тоже несколько сыновей, вот, которые жили и живут и в Архангельске, и в Наринмаре. Вот. И, соответственно, вот с ним было очень интересно говорить, вот, потому что у него была хорошая память. С ним было интересно беседовать, потому что, знаешь, у него вопросы, он теперь начнет рассказывать. Когда он начинает разговаривать какие-то вещи, он добавляет, 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 и образуется вот такая более-менее цельная картина. И вот, благодаря ему, вот, книга о лендарме стала такой более, наверное, насыщенной фактами, потому что он вспоминал такие интересные факты. Вот, например, я помню, мы с ним разговариваем, еще зашел разговор про самолет. Он говорит, о, мы как ненавидели самолет немецкий. Я говорю, какой он? Мы называли его Штаны Гитлера. Я говорю, ну, это Рама, наверное. Он говорит, да, это, мы называли его Штаны Гитлера. Когда он появится, мы сразу, начинаем из винтовок, из полянования стрелять. Он прилетит, сразу начинается обстрел. Ну, это корректировщик летал немецкий. Да, вот это Рама. Укиуль 189. И мы, говорит, по нему, говорит, сразу начали бить. И вот Штаны Гитлера, такое название, только от него можно было услышать, потому что никто этого уже не помнил, кроме него. Так что, действительно, каждая из этих фигур, они вот по своей значимости, это были настоящие герои, да, вот. Они люди, которые, кто-то погиб на фронте, да, вот, как, допустим, Канев, кто-то получил тяжелейшее ранение, который просто не вернулся с войны. Ну, вот, а кто вернулся, да, они прожили очень достойную жизнь, и очень много сделали, и трудились на совесть, и дети, и внуки, и правнуки, я думаю, что помнят о них. Юрий Викторович, готовится к выходу в свет ваша новая книга «Подвиг народа». Когда ее ждать? И где можно будет ее прочитать? Ну, книга «Подвиг народа» вообще, она посвящена именно участию в войне не ненецкого народа. Книга большая, потому что, вот, несмотря на то, что, казалось бы, ненцев перед войной было, и, в общем, семьи много, 24 тысячи человек было жило. Вот, казалось бы, что такое 24 тысячи человек, но три тысячи из них участвовало в войне, и вот среди этих трех тысяч около 300 были награждены пою наградами, и некоторые из них были награждены, вот, допустим, был один герой Северского союза, были вообще кавалеры орденов Красного Знамени, ну, вот, в частности, один из них, это, допустим, Никита Ванакан, выпускник, кстати говоря, школы номер один, человек, который участвовал в боях, тоже начинал под Мормонска воевать, затем он был переброшен на Северо-Западный фронт, он уже получил офицерское звание, командовал стрелковым взводом, и в мае 43-го года он совершил подвиг, так же, как и многие его товарищи. Он сражался, кстати, он был одноклассником Петара Михайловича Спирихина, они учились вместе в школе, вот, он сражался на Северском под Старой Руссой, и действительно он отважно командовал своим взводом, сумел удержать рубеж, несмотря на то, что немцы несколько раз врывались в их траншеи, не выбили их, и командование наградило его уже посмертно, он погиб в этом бою, наградило его орденом Красного Знамени. То есть вот таких героев достаточно много интересных, их биография, опять же, появилась. Вот немножко такой факт, который характеризует того же Никиту Ванакана, да, вот чтобы вот немножко вспомнить, до войны был очень популярный фильм «Чапаев». Вот, ну так для примера скажу, что как существует такая история, что Сталину этот фильм столько понравился, что он ходил на него то ли 15, то ли 16 раз. И вот Никита Ванакана, вот фильм тоже понравился, и он тоже ходил на него то ли 15, то ли 16 раз, как в своем фенале. То есть вот есть фенале, скорее всего, что он ходил на этот фильм, очень нравился этот фильм, и он хотел быть пулеметчиком, но вот в итоге стал командиром взвода стрелкового и погиб на фронте. Ну, так же героически, как, наверное, и его кумир Чапаев в этом отношении. То есть вот такие интересные люди с такими яркими, сочными биографиями. Знаю, что когда пишете о своих героях, сталкиваетесь с тем, что информации достаточно мало? Ищите родственников. Вот скажите, если кто-то посмотрит нашу передачу, услышит имя родного героя, куда можно обратиться? Ну, я думаю, что такие окружные музеи, в этом отношении есть место, где у нас собирается вся информация. То есть если музеями всегда, в общем, они знают мои контакты, они все перед любую информацию мне передадут. Если как бы им укажут, что нужно, чтобы она попала ко мне, ради бога. То есть в этом отношении наш окружный музей, там у нас люди, которые работают давно, и, в общем, достаточно быстро. Напомню, телефон музея 42060, нужно будет звонить. Если какие-то есть пожелания, вопросы, можно передать через музей. Они, в общем, в контакте находятся достаточно плотно. То есть если какие-то есть вопросы, к каким-то моментам я их консультирую, тоже бывает. Мне нужна консультация, я к ним обращаюсь. Вашу книгу поддержал депутат Государственной Думы, очень известный человек, уважаемый в Ямал-Ниньском автономном округе Харича. Почему ему заинтересовала эта книга? Ну, Сергей Николаевич стал рецензентом этой книги, а потому что он ведь не только депутат и председатель Государственной Думы Ямал-Ниньского округа, он еще и доктор юридических наук. И когда я прислал ему рецензию, он, конечно, очень заинтересовался, ему было интересно почитать. И он, конечно, сказал, что эта книга должна быть издана, потому что в ней впервые удалось собрать под одной, наверное, обложкой всех героев ненцев. Дело в том, что ненцы эти живут, мы так посчитали, с ними в семи регионах субъекта Федерации РФ. То есть это огромная территория. И как-то обеднять историю ненцев тоже нехорошо. Можно было объяснить историю про наших ненцев или про ямальских ненцев. Это была бы неполная все-таки картина, потому что ненцы живут в Мормонской области, ненцы живут в Архангельской области, и в Коми, в ненецком Ямало-Ниньском округе, в Хантамансийском округе, и даже в Петербурге есть диаспора ненцев, которая там живет. Поэтому эта история рассказывает именно о героизме маленького народа, который попал в такую ситуацию. Ведь, по большому счету, в начале войны не хотели призывать северные народы, но ведь многие добровольно просились, и до войны уходили, многие добровольно в армии призывались. Поэтому это такая очень интересная страница истории нашего государства, как малые, малочисленные, как называют, малочисленные коренные народы севера участвовали в войне. Потому что такая страница достаточно белая оказалась. Книга будет издана, и во все эти регионы будет отправлено. Я надеюсь, что нам удастся ее издать. А уж потом, как бы, второй вопрос, как будем ее распространять. Потому что пока вопрос, нужно найти деньги в нынешних непростых условиях, найти деньги на ее издание. Будем надеяться, Юрий Викторович, да, и ваша книга выйдет в свет, и мы все ее с удовольствием почитаем. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Вас с наступающими праздниками. Вам спасибо. Всех с наступающими праздниками. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был историк и краевед Юрий Канев. Встретимся в эфире с праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова